Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера я рассказал о применении метода Мартингейла на бирже и мне в комментариях написали, Юра, что ты делаешь? Люди ведь могут и начать пытаться сделать это. Несмотря на то, что я, конечно же, предупреждал, что люди не используйте этот метод. Он ведет к сливу депозита. Это просто как иллюстрация того, как просто можно работать. И сейчас я хочу еще раз подтвердить это, во-первых. Во-вторых, смотрите, я говорил, что метод Мартингейла имеет существенные ограничения. Самое главное ограничение, он требует бесконечно большого депозита. Но не только это. Сейчас давайте я продемонстрирую. Смотрите, вы, наверное, заметили, что я показывал это не как обычно, не на живом мониторе, не на живом трейдинге, а я нашел просто 14 число, потому что я нашел спокойный участок. И вот посмотрите, что я делал. Я делал там на ленте Бойлинжера, на верхней ленте Бойлинжера, на верхней границе я продавал, на нижней покупал, на середине я фиксировал прибыль. Да, это правильно, в принципе, но это только первый шаг. А дальше, значит, я когда демонстрировал метод Мартингейла, я вот строил вот эти штучки вот, и вот я поднимал их и говорил, что надо их ставить вот через равные промежутки. И, ну, это для демонстрации, как бы для того, чтобы это было очень похоже на монетку, о которой я говорил в предыдущем видео. Но на самом деле рынок это не монетка. Рынок на самом деле, вот эти вот уровни, они уже, то есть со второго, начиная со второго этапа, то есть если первая предпосылка была, ну, более-менее с натяжкой можно сказать, что она верна, и она работает, и я ею пользуюсь, честно говоря. Ну, это не метод Мартингейла, которым я пользуюсь, я просто, ну, продаю, когда пересекает ленту бойлинжера, вот, и покупаю, когда пересекает ленту бойлинжера снизу. Но, опять же, я смотрю на это дело, когда спокойный рынок. Это еще одно ограничение, потому что, смотрите, вот то, что я ставил, вот эти вот уровни на равном расстоянии, это, ну, во-первых, это, ну, просто это для того, чтобы продемонстрировать, как на монетке, потому что на самом деле это не так. Фондовый рынок построен по другим принципам, понимаете? И если пользоваться этим методом, то будет моментальный слив, который я вам сейчас прямо и продемонстрирую. Посмотрите, что происходило дальше, чтобы вы, ну, не пользовались этим методом, я вам продемонстрирую. Смотрите, вот 14 число, видите, вот оно, 14 число. Я вам сейчас поставлю, вот оно, вертикальную линию. 14 число. Я специально искал, посмотрите, вот он, спокойный рынок, который я искал. Ну, давайте посмотрим, что произошло дальше. Вот оно, 14 число. Мы закончили торговлю. Вот здесь я сказал, что все, вот 18 часов там, что-то там, 30 минут мы закончили торговлю. Друзья мои, потому что 18.45, во-первых, на бирже перерыв, а во-вторых, ну, вот, сказать, вот оно, случилось что-то и вот этот же метод привел бы к значительным, ну, в общем сказать, тратам, потому что, если бы я продолжил, вот ставить точно так же. Почему? Потому что, как правило, как правило, смотрите, что такое биржа, биржевая торговля. Мы не можем ничего предугадать. Вот в чем дело. И куда вот он пойдет, когда он, так сказать, пересечет вот эту линию, да? То есть, вот, смотрите, вот мы делаем здесь покупку, а он пошел вниз. Когда нам открывать позицию здесь? Ну, в том примере, примитивном, очень надо сказать, я, вот, ну, как бы, для примера, с монеткой. Это не монетка. Вот смотрите, в том примере я говорил, что вот он, вот уровень, вот он, вот точно такой же, как здесь, мы точно такой же. Это не так, потому что на биржевом рынке актив идет вниз или вверх, куда? Вот это большой вопрос, потому что мы удваивали вот здесь вот позицию, да? Это не так. Почему ее надо удваивать? Ее не надо удваивать. Дело в том, что рынок идет до следующего уровня поддержки и, или сопротивления. И, соответственно, вот, Герчик, например, да, вы наверняка видели его рекламу, он говорит, ребята, надо торговать на уровнях поддержки или сопротивления. Да, он говорит это. И, в принципе, он прав, потому что, как он говорит? Он говорит, смотрите, вот, вот, посмотрите, вот, 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 вот он уровень. И вот она дошла до этого же уровня. Вот он этот уровень. Вот посмотрите, говорит он. И он говорит, надо здесь торговать. Вот они уровни поддержки. Вот он продержался на уровне поддержки, дальше пошел вниз. Потом, значит, дошел снова до этого же уровня, пошел вверх. Вот что говорит Герчик. И да, он во многом прав, но эти уровни тоже носят вероятностный характер. Понимаете? А кто-то, кто-то говорит, что надо не до этих уровней, а вот, вот так вот, вот они уровни поддержки и сопротивления. Это числа Фибоначчи. Вот, если он пробил один уровень, то он пойдет к другому уровню, говорят они. И он пойдет к третьему уровню. И это тоже подход. И числа Фибоначчи появились задолго до Герчика, скажем так. Вот, поэтому здесь, друзья мои, здесь есть масса-масса вариантов, которые, ну, нам не дано предугадать. Поэтому, если мы ищем, если кто-то вам говорит, что он нашел метод Грааля, что это все, значит, вот она, удача. Но не слушайте этого человека, потому что мир бесконечен во всем разнообразии. По специальности я прикладной математик. Что такое прикладная математика? Прикладная математика – это математика, которая прикладывается к любым физическим процессам, или там, не физическим, к любым процессам, которые происходят в мире, для того, чтобы применить. И на третьем или на четвертом курсе у нас, значит, вот, когда нам преподавали все эти теорию рядов и так далее, то, значит, было доказано, значит, там гармонический анализ и так далее. И было буквально доказано, что все ряды с синусов в косину, там, у каждого своя амплитуда, у каждого своя частота, то это, такие ряды имеют самую наилучшую сходимость. Это было просто доказано. Что такое сходимость? Значит, при помощи небольшого количества членов в этом ряде, ряде можно с максимальной достоверностью предугадать на ближайший краткий срок с какой-то вероятностью поведения того или иного актива. И что такое, вот, посмотрите, вот, ну, как бы, представьте себе океан, да, и в океане есть волны, да, вот, и от чего зависят эти волны? То есть, смотрите, вот, мы смотрим, волна, значит, прихлынула, потом отхлынула, да, но будет ли так всегда? От чего зависят амплитуды этих волн? Вы скажете, от ветра. Да, конечно, конечно, от ветра. И поэтому, если кто-то найдет зависимость силы ветра и длины волны, он скажет, я нашел эту чашу Грааля, вот оно, и он начинает этим пользоваться, но проплывает мимо корабль, и от корабля идет другая волна с другой амплитудой, и вся его теория рушится, и, значит, а кто-то сидит у берега и наблюдает, и говорит, Послушайте, а есть приливы и отливы, которые вот так вот, поэтому надо учитывать их, и, может быть, вот, я нашел закономерность, что прилив и отлив, он связан с Луной, и можно на этом играть. Но какой-нибудь умудренный стаец говорит, а раз в 30 лет, может быть, то есть такая большая-большая волна, которая приходит и смывает все. И такая волна называется цунами, можно ее предугадать, нельзя. Поэтому, друзья мои, любая, любая теория, построенная на чем-то, она всегда имеет свои ограничения, а это надо знать. Поэтому, если вы хотите, значит, заниматься трейдингом, то, друзья мои, надо делать это крайне осторожно и всегда знать ограничения той или иной модели. Я еще раз говорю, что вот тот метод, который я в предыдущем видео показал, работает только на первом шаге. Если этот шаг не сработал, ставьте стоп-лимит и все. Дальше нельзя. Если у вас получилось, вот, купил дорого, продал посередине, вернее, купил дешево, продал посередине, продал дорого, купил посередине, значит, закрыл сделку. Если вы сделали таких циклов, ну, обычно три таких цикла, все, считайте, что вам повезло, прекращайте торговлю. Если у вас, значит, вы продали, цена пошла вверх, сработал стоп-лимит, который, я надеюсь, вы поставили, то не торгуйте дальше. Условия для этой стратегии закончились. Вот, что я хотел сказать. И я продолжу еще про разные стратегии. Метод Мартингейла – это, я вам скажу по секрету, наверное, одна из самых рискованных стратегий. Вот, но там можно торговать без риска. Каким образом? Ну, давайте посмотрим. Исторически нефть, наверное, ниже, чем 20 долларов за баррель, вряд ли опустится. Сейчас она 60 долларов за баррель. Если мы хотим покупать, то, значит, мы должны заложить свой депозит с таким учетом, что размер нашего депозита позволит проглотить вот это колебание, падение вниз до 20 долларов. Если я сейчас, например, хочу купить по цене, ну, скажем, 62 доллара за баррель, я надеюсь, что он, например, вырастет до 63. Друзья мои, если вы так хотите, то закладывайте себе в методе Мартингейла так, чтобы вам хватило денег для того, чтобы пересидеть падение до 20 долларов за баррель. Но если вы обеспечите себе такую надежность, я вам скажу еще по большему секрету, у вас доходность будет примерно 2% годовых при этом методе. Да, она будет стабильная, но 2% годовых. Устроит вас такая доходность или нет? Я думаю, что лучше положить на депозит. Вот. А еще лучше не пользоваться методом Мартингейла и забыть про него, потому что я его в качестве иллюстрации, потому что он наиболее простой для понимания. На самом деле больше ничего. Но я надеюсь, что я сказал все, что надо, чтобы вы не пользовались этим методом, только иллюстрация. Я еще раз повторяю. Вот. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok